Я приветствую многомиллионную аудиторию телеканала «Комсомольская правда». Это высоковольтная Армагеддон с попс-ревью от Татара Шаловича Мушанашвили. В Благовещенске, в Хабаровске и во всех прилегающих городах очень сложная ситуация. Там работает бригада телеканала «Комсомольская правда» в том числе. Во-первых, мы передаем поклон ребятам за то, что они рискнули и поехали туда, где сейчас людям очень тяжело. Для меня предмет определенной гордости, что «Комсомольская правда» там, где наши люди претерпевают неудобства. Там очень сложная ситуация, об этом было сказано многократно. Я желаю всем от имени программы «Каково» пережить эти черные дни, эти страшные дни, поступающие сводки, ничего хорошего не сулят. Единственное, нужно слушаться властей, МЧС, не прибегать никакому самотворчеству и каким-нибудь вылазкам под названием «Я самый смелый, самый отважный». Нужно слушаться всех рекомендаций, которые дают люди в погонах, потому что это единственный способ оградить себя от бед и от летальных напастей. Я желаю всем нашим согражданам избежать самых страшных последствий этого наводнения, этого страшного каприза природы. Там уровень воды с каждым днем все выше и выше, и на момент, пока мы записываем программу, ничего утешительного оттуда не звучит. Я молюсь за всех, кто там живет. И так же делает каждый работник программы «Каково». И каждый работник и газеты «Комсомольская правда», и радио, и телеканала «Комсомольская правда». Она закрыла глаза, и на ее лице изобразилось молитвенное сосредоточение. Я про Елену Исимбаеву. Она победила на чемпионате мира по легкой атлетике. И потом дала интервью. В этом интервью очень эмоционально. А вы были бы не эмоциональны, стань бы семикратным чемпионом мира, и преодолев, будучи хрупкой женщиной, законы гравитации, левитации, преодолев себя, свои болячки, неверие людей, неверие в том числе наших журналистов, теперь подхалимов по отношению к ней. Елена Исимбаева дала интервью, где выразила осторожное недоумение по поводу раздувающегося от скандала в связи с бойкотом Сочинской Олимпиады. Дескать, Сочинскую Олимпиаду, говорят люди известной ориентации, нужно бойкотировать, потому что ущемляются в России права геев. Бои с женщинами, му-воменс с бои. Лена Исимбаева, как человек широких взглядов, как человек мира, как космополит, в лучшем понимании слова космополит, позволила себе выразить сожаление, что находятся люди, которые ставят под сомнение факт проведения Сочинской Олимпиады. Для нас это тоже предмет гордости. Мы большая страна и должны провести Олимпиаду таковым образом, чтобы потом все говорили, в России была проведена лучшая Олимпиада. Будут ли там участвовать геи или нет? Мне, честно говоря, отдельно взятому Атару Шинашвили все равно. Я знаю, кому выгодно чернить нашу страну и наш герб, и даже гимн. Кому выгодно, чтобы эта Олимпиада, если и состоялась, то в каком-то кастрированном, ущемленном, в виде секвестированном, говоря уже совсем выпендрежном. Я знаю, кому выгодно, но дело же не во мне. Дело в том, что на Елену Исимбаеву тут же ополчились миллионы чмырей, людей ничтожных, пик славы которых уже давно позади. Какая-то чемпионка Бухареста 1912 года, какой-то чемпион Вьетнама 1728 года, еще до отмены крепостного права в северной части Грузии. Какое-то ничтожество по имени Бой Джордж. Бой Джордж именно тот популярный некогда артист, который в годы моей школьной юности давал мне повод на танцполе выделывать хореографический пас, водивший с ума моих одноклассниц. Это называлось «Распалялся в пластике». Это он был фронтменом, то есть главным геем в коллективе Culture Club. Это известная была группа, и никто не говорит, что Бой Джордж не был популярным. Но о Бое Джорджа не было слышно последние лет 70. Бой Джордж теперь выступает в заштатных клубах, являясь сам по себе артистом, исчерпавшим свой ресурс. Бывает такое, но никто же не мирится с этим. И слова Ирины Симбаевой, что спорт – это прославление человеческого начала в первую очередь, а потом уже физического, вызвали у Боя Джорджа никому не интересного лет 70 уже как, вызвали почему-то оторок. И он назвал ее «Слушайтесь», он назвал ее «Тупой» и далее слово, которое теперь по нынешним канонам запрещено говорить в эфире. Сам Бой Джордж, если пользоваться лексиконом им, преподнесенным как затравка для дискуссии, само ничтожество в сравнении с нашей Леной. Я был удивлен, когда наши либералы не заступились за Лену Исимбаеву. Лена Исимбаева – гордость моей страны и не позволительно никому, особенно отжившим свой век некогда популярным артистам, геям, нападать на женщину, которая ушла теперь из спорта, либо навсегда, либо до Бразильской Олимпиады, с намерением родить ребенка. Теперь, если женщина хочет родить ребенка, а сотрудник программы «Каково» любит девушку, будучи мужского пола, это считается теперь изрядовым выходящим. Не должно быть так. Должно быть так, как оно должно быть. Почитайте известную книгу на букву «Б», «Библия» называется. «Ежели ты делаешь с мужиком то, что против закону небес, ты совершаешь мерзость». Прочитайте. Я не самый набожный человек, даже я это знаю. Не стоит выеденного яйца эта дискуссия. Либо выходи, как она, в сектор. Елена Исимбаева – гордость моей страны. Закрывай глаза, молитвенно сосредоточься и возьми эту высоту, пусть не рекордную, в смысле рекорда мира, но покажи всем, именно здесь, в Москве, что даже хрупкая дама имеет возможность быть сильнее судьбы, быть сильнее ветра, быть сильнее этой планки, выше этой планки и выше во всех смыслах. На днях в редакцию «Комсомольской правды» пришла еще одна гордость, но уже мужеска пола. Человек, который, надеюсь, никогда не примет участие в дискуссии под названием «Ну, знали Сочинская Олимпиада?» – нет. Мы очень на него надеемся, на Сочинской Олимпиаде. Он – лицо нашей хоккейной сборной. Павел Датюк, он приехал получать в Харламов трофей. Это приз, который сами же хоккеисты присуждают кому-то, самому ценному, самому качественному, самому профессиональному игроку. И он пришел к нам в «Комсомольскую правду», была пресс-конференция, были вопросы о смысле жизни и так далее. Скромнейший, застенчивый, добрейший души человек, который выходит на поле и подтверждает в каждом матче. А в НХЛ не играют 20 матчей, там играют 82 матчей и более 86, без учета раунда плей-офф. В каждом матче он подтверждает высокое звание кудесника. Его даже там называют кудесник и мечтают, чтобы такой хоккеист играл за США или за Канаду. А он приезжает, простой парень из Екатеринбурга, и говорит «Моя родина здесь». И он подъехал к редакции «Комсомольская правда». Я уверен, что если бы он имел дело с обидчиками Лены Ясимбаевой, он как настоящий русский парень заступился бы, и даже бы те, кто посмел вякнуть супротив нашей красавицы, получили бы по мозгам. Павел Датюк не является тавгаем, то есть парнем, которого держат в команде из-за сокрушительных силовых приемов. Он интеллектуал. А какие-то интеллектуальная игра, если ты интеллектуал. А прыжки в высоту тоже интеллектуальный вид спорта. Это только у геев. Все, что не связано с ними, это против интеллекта. Нет, дорогие друзья, даже программа каково? Подтверждение того, что нужно быть нормальным человеком во всех смыслах. Наши футболисты, которых я никак не могу причислить к нормальным после матча в Белфасте, где они уступили Северной Ирландии 0-1, не совершили никакого криминала. Они не предали свою страну, хотя как сказать, по гамбургскому счету. Но мы говорили только что об Исенбаевой и о Датсюке. Если спортивную тему развить и если спортивную тему декорировать размышлениями о том, каким должен быть спортсмен моей великой страны, он должен умирать на поле. Мы этого не увидели. Моя статья «Почему Хихи Колдон» в газете «Советский спорт», издаваемой здесь же в родных пределах комсомольской правды, «Почему Хихи Колдон»? Я настаивал, потому что он... Но, говорят, нельзя такие рифмы писать в газете. Почему Хихи Колдон? На пресс-конференции после того, как мы проиграли, а все говорили, что матч ключевой, если бы мы взяли три очка, мы уже могли бы, я, вы, вы, Екатеринбург, Чебоксары, Новгород, мы могли бы уже паковать чемоданы и ехать в Бразилию. 11, не могу подобрать слово, анти-Датсюков, анти-Исенбаевых. Вышли на поле и отбыли номер. А итальянец, который приглашен теми людьми руководить сборной, сменялся на пресс-конференции. «Увольняйте меня, когда хотите», – сказал он. И мы опять в положении людей, которые, провожая его, еще бухнемся ему ножки и скажем спасибо, что мы не попали на чемпионат мира. Дайте, пожалуйста, от***ть у вас. Дайте, пожалуйста, сделать вам минетик. Вдруг вы позволите нам это сделать. Мы всегда в положении просящих. Так быть не должно. Это не просто спорт, это национальная идея. И это вы видели все на примере чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в Лужниках. Дело не в переполненных трибунах. Дело не в Усейне Болте. Болт вы с Усейном Болтом. Дело в Исенбаевой. Когда весь стадион собрался, зная, что для нее значит эта победа. Для наших пацанов не значило там ничего. Будем надеяться, что это был крайний раз, когда нам было за них стыдно. Дмитрий Быков, известный публицист, опубликовал в газете «Собеседник» статью, где выступил, я говорил уже об этом в одном из выпусков программы «Каково», где он выступил с обличительной речью против того, чтобы я ратовал за смертную казнь. Вы видели их кадры из судебного заседания «Помазуна», белгородского стрелка и Дмитрия Виноградова, клерка юридической фирмы, который застрелил людей из-за якобы неразделенной любви. Они кричат на родственников погибших. «Помазун, у***, которого нужно расстрелять на месте, кричит судья. А то что?» – кричит он. «А то что?» – перестаньте оскорблять родственников. Люди потеряли дочерей, сыновей, мужей, братьев, сестер. И он кричит им сквозь перегородку. «Заткни!» – это он кричит. А Дмитрий Быков пишет. «Смертная казнь ни за что. Надо к людям относиться не так, как они к нам, потому что тогда мы уподобляемся им. Но что делать с этими двумя? Все эти процессы описываются в комсомольской правде. Дайте пистолет или сами присоедините меня. На, сукин ты сын! Если ты сам просишь, на тебе еще раз. И вот тебе еще раз и на*** сверху на него. Он кричит в зале суда. Дмитрий Виноградов. «Почему я должен здесь находиться? Что я такого сделал?» «Что он такого сделал?» «Он перестрелял полгорода. И нам не нужна смертная казнь?» «Вы что, издеваетесь надо мной все?» Он кричит подруге. Вот она. Причина его якобы неразделенной любви, о которой девушка якобы не догадывалась. Она получала от него смс-ки. «Я тебе нужен, не нужен?» Она дала ему понять. «Не нужен». Вот эта девушка пришла в зал суда. Он кричит на всех, кто в зале суда. «Что они лезут ко мне?» «Скажи!» Повернулся он к Ане. «Ты хочешь назначить мне смертную казнь?» «Нет!» – пролепетала девушка. «Помазун и второй у***к орут на нас из-за перегородки. Они не пришли с извинениями. Они не говорят нам, простите, что я убил вашего ребенка. Они кричат, а то что? А что ты мне сделаешь?» Либеральная страна, заблудшая в трех соснах либеральных представлений о том, как защищать наших детей. Они будут кричать на нас, а девушка, которая пришла в качестве свидетельницы, будет говорить, «Нет-нет, конечно, живи на наши налоги, получай каждый день баланду, супы, гречневую кашу. Мы будем платить, а у тебя будет пожизненное заключение. Более того, может быть, тебе даже будут носить «Комсомольскую правду», а спинку не почесать? Конечно, разговор после этого о книгах может носить только какой-то характер, будто я жертва кислотного трипа, который претерпел до съемок программы «Каково». Но Марина Цветаева всегда уместна. Разговор о ней, особенно после того, как мы говорили о людях, которые могли бы быть людьми, но не получилось из них людей, и к которым мы относимся с непонятным снисхождением. Марина Цветаева всегда уместна, во все века. Это как кислород. Разворачиваем на любой странице. А я читаю, конечно, книги с карандашом в руках. Майя читала стихи, у нее небывалая продуктивность. Большинство стихов прекрасны. Иной раз досадно даже, что на нее отпущено столько таланта. И вот последнее предложение. Мы так не пишем. Никогда никто, кроме Атарагуша Нашвилии напишет, как много народу надо было обездарить из-за нее. Обездарить из-за нее много народу. Но кто так пишет теперь? Никто так не пишет, потому что мы знаем только слово бездарный. Оно относится ко всем в этой программе, кроме Исенбаевой, и Датюка. Ко всем. Кто-то бездарно играет в футбол, а кто-то бездарно распорядился своей жизнью и кричит на нас из-за стеклянной перегородки. Фильм «Порочные игры». Люди пропадают постоянно, словно маленькие барсетки. Что ты хочешь от меня? Быть друзьями. Мы не можем быть друзьями. Мы семья. Это фильм про то, как заложенные в человеке черные рано или поздно ищут выхода. Оно ищет выхода, и оно найдет выход в том, в чем нашел выход «Дебил, имбецил и чмо» Сергей Помазун из Белгорода. Когда у него жизнь не состоялась, он подумал, вот эти люди виноваты. Вот «Порочные игры», фильм Ридли Скотта и Тони Скотта, двух братьев, знаменитых голливудских мастеров большого кино, о том же самом. Человек мирный, с виду, вдруг совершает поступки невероятные с точки зрения человеческой психики. Он начинает гнобить ближнего, убивать его ближнего в конечном итоге. А вы знаете, что один из братьев Скотт, именно тот, который снял фильм «Гладиатор», подъехал к Бруклинскому мосту и спрыгнул с него? Почему он закончил жизнь и свел счеты с жизнью таким образом, непонятным, нерасшифрованным, не оставив никакой записки, как будто он сам, жертва вышеприведенного кислотного, наркотического, алкогольного трипа, пришли к выводу? Видно сам Ридли Скотт, снимая людей, раздираемых дуализмом, темными страстями, видно он сам был воплощением этих темных страстей и демоны, с которыми он боролся, в конце концов подвели его к этому мосту. Пересмотрите его фильмы и вспомните о нем добрым словом. Это последний фильм, который они на пару с братом спродюсировали, крайне по времени. Все остальное, хватай и беги. Великий старик неудержимый, который после двух серий хорошего фильма вдруг начал сниматься во всем подряд и снова испортил себе репутацию. Все это, все это до свидания. Много разговоров было про юбилей. Не юбилей, правда, а сколько-то лет, не круглая дата ГКЧП. Много-много лет назад, когда вы, молодой зритель, еще, как говорят, ходили пешком под стол, моя страна претерпела самый большой детерминический взрыв. Это было такое сотрясение умов, потрясение основ и взрыв базовых ценностей, что мы едва не оказались в другой стране. Коммунисты вернулись из парламентского отпуска раньше всех. Я видел их пресс-конференцию. Они говорят, что ГКЧП-сты были вроде и вовсе не врагами нашими, что они хотели в августе того далекого года переменить страну, чтобы в ней не было помазунов, чтобы в ней не было чтобы хоккеисты нормально играли в хоккей, футболисты в футбол, чтобы мы жили, дети наши чувствовали безопасности. Я не уверен, что если бы те люди, которых остановил Борис Ельцин с компанией верных соратников, пришли бы к власти, было бы лучше, чем сейчас. На одном простом примере. Программы «Каково» не было бы. Никто бы не дал парню в оранжевой майке рассказывать то, о чем он сейчас рассказывает. Потому что для того, чтобы снимать программу «Каково» в условиях, когда коммунисты контролируют ТВ, я вынужден был бы ходить со всем списком тем, которые намереваются осветить в программе, «А уж чтобы я, какой-то таматар, выказывал частное мнение, нужна смертная казнь или нет, нет, я должен был падать на колени перед Дзюгановым и просить у него утвердить мне возможность высказаться вообще на эту тему». А программа выглядела бы так. Я бы говорил вам, что, к сожалению, наши футболисты уступили 0-1, никаких эмоций. И потом бы сказал, в стране полный порядок и стабильность. Мы встретимся с вами ровно через неделю и даже бы не улыбнулся. Ну, каково?